Парламент голосами 61 депутата проголосовал за проект закона о защите информационного пространства. Документ принят в первом и втором чтениях. Согласно ДПМ, инициатива направлена на обеспечение безопасности информационного пространства путём ограничения трансляции и ретрансляции на территории Республики Молдова информационно-аналитических, политических и военных передач из государств, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Мы просили у вас слово для того, чтобы до процедуры голосования привлечь ваше внимание к тому, что есть нарушение процедуры. И вот это голосование сейчас не может являться действительным, потому что оно прошло с нарушением процедуры. Как бы то ни было, уважаемые коллеги, Этот законопроект, он, безусловно, отеконационный, мы его будем обжаловать и будем обращаться к вашим европейским партнёрам. Но и для того, чтобы доставить удовольствие коллегам с правого сектора, фракция партии социалистов будет вести работу до конца сессии, выступать исключительно на русском языке, для того, чтобы вам было комфортно. ПСРМ расценивает попытку запретить трансляцию российских информационно-аналитических передач, а Россия как раз и не ратифицировала Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, как очередную провокацию в адрес Российской Федерации, главного стратегического партнёра нашей страны, и вместе с тем, как грубое покушение на свободу слова и конституционное право граждан на получение информации. Ранее социалисты обратились к президенту Республики Молдова с просьбой блокировать промульгацию этого закона, если он будет принят парламентским большинством.